Развивайте свое дело вместе с любимым каналом. В столице Австрии и Вене появились даже таблички с изображением продатого мужчины в Тюбетейке, как указатели определения потенциальных жертв антиисламских террористов. И вот последствия не заставили себя ждать. После публикации карты было совершено российское нападение в городе Зальцбург, где окна мечети были расписаны словами «Гитлер вернулся» и был призыв к созданию подобной мусульманской карты в Германии. По мнению некоторых аналитиков, с появлением карты антимусульманские настроения, которые быстро распространились в западном мире после 11 сентября 2001 года, достигли новой стадии. В Австрии в последнее время все чаще происходит нападение на религиозной почве. Согласно последнему сообщению IslamNews, после волны критики со стороны мусульманского сообщества и политиков некоторых государств, работа скандального проекта была приостановлена. Однако это не означает, что правительство Австрии отказалось от практики дискредитации мусульман страны. Австрия создала опасный прецедент, который восторженно встречен исламофобами других стран, в частности в Германии. Ситуация с созданием так называемой карты ислама наводит на аналогии с периодом распространения фашизма в Европе, перед началом Второй мировой войны, где Австрия и Германия являлись его центром. Сегодня Австрия, которая тогда по непонятным причинам не была наказана за свой фашизм, продолжает проецировать его на ислам и мусульман. А в Германии, в которой, судя по всему, не усвоили уроки прошлого, все еще живы идеи фашизма. Однако и Австрия, и Германия не понимают, что если они даже каким-то образом, используя слабость мусульман, могут чего-то добиться, но борьба с самой сильной идеологией исламом бесперспективна. А что думаете вы по поводу распространения идеи исламской карты? Напишите об этом в комментариях.